А пока вы голосуете, расскажем о последних новостях рынка недвижимости. Алена Полоненко разобралась, как непростая экономическая ситуация отразилась на продавцах и покупателях квартир. Окна с видом на тихий зеленый двор или шумную магистраль. Пока однозначный выбор любовь не сделала. На ярмарку недвижимости в Иркутском Сибэкспоцентре она пришла, чтобы подсмотреть однокомнатную квартиру в новостройке. Здесь представлены проекты большинства застройщиков областного центра. Так что женщина надеется значительно сэкономить время на поиск подходящего варианта. Будем отталкиваться от цены. Потому что, конечно, хочется, может быть, где-то даже и в центре приобрести квартиру. Но опять же, надо смотреть цены, опять же, строительство, где это, что, как, из чего строится. Внимание к деталям – особенность последнего времени. Покупатели дотошно подходят к выбору квартиры. Из-за непростой экономической ситуации люди ищут максимально выгодный вариант. Поэтому застройщики подстраиваются, делают упор на небольшой площади – около 30 квадратных метров. И возводят все больше жилья в среднем ценовом сегменте. В Иркутске сейчас можно найти квартиры в новостройках и по 40 тысяч рублей за квадратный метр. Хотя для многих покупателей сейчас на первом месте при выборе жилья стоит развитая инфраструктура района. Не случайно в столице региона сегодня сделана ставка на комплексную застройку города. Взять наш самый большой проект «Эволюция». Это масштабный проект. В нем 56 блок-секций предусмотрено. В частности, там уже построен садик на 220 мест. И с данной эксплуатацией детишки уже ходят, занимаются. И на сегодня наше предприятие ведет там стройку школы. И как показывает опыт, такой подход жителей региона привлекает. Большого спада на рынке новостроек компании Иркутска точно не ощущают. Наоборот, из-за снижения в последние месяцы ипотечных ставок все больше молодых людей решаются стать обладателями собственных квадратных метров. При этом не падает спрос и на вторичное жилье. Примерно половина покупателей по-прежнему отдает предпочтение таким квартирам. Тем более цены на них по сравнению с прошлым годом в регионе упали. Из-за того, что многие пережидали кризис и отложили дорогостоящие приобретения на потом. Кстати, в Иркутске, в Кировском, Свердловском и Куйбышевском районах вторичка до сих пор продолжает дешеветь. И это дает дополнительные возможности. Улучшить свои жилищные условия. Например, с однокомнатной квартиры переехать в двухкомнатную. Разница получается порядка 300-400 тысяч, 500. Или материнским капиталом доложить нужную стоимость или взять тот же потреб-кредит, если нет возможности взять ипотеку. Главное – выбрать подходящий момент. А для этого нужно все время держать руку на пульсе. Ведь в такой чувствительной сфере, как рынок недвижимости, все быстро может измениться. Алена Полоненко, Сергей Полянский. Новости по будням.